Слава Богу, братья и сестры! Я счастлива быть сегодня на этом месте, переживать Божие присутствие, что действительно, как сказал наш пастор, самое прекрасное, самое драгоценное, что есть у нас здесь на земле, это Божие присутствие. И с этим счастьем никакое счастье, никакая радость не сравнится. Я хочу поделиться свидетельством в своей жизни о том, как Бог помиловал меня и призвал, даровал мне спасение. Первое мое соприкосновение с Богом было, когда мне было где-то лет 11-12. Мы с семьей переехали жить на Украину, мои родители и я, и моя сестра. И мы жили там почти 10 лет, и вот в том городке небольшом, в котором мы жили, туда приехала евангелизационная группа. И начали евангелизировать. И так получилось, что нашу семью пригласили, и мы начали ходить на эти собрания, снимали кинотеатры, проводили служения. Мы были сестрой, вот, 11-12 лет, мы двойняшки одинакового возраста. И там не было воскресной школы, я помню, что просто было общее, вот так вот все сидели, собрание общее, все слышали проповеди, проповеди, мы молились вместе со всеми, мы прославляли Бога. И, знаете, вот это длилось, наверное, может быть, полгода, потому что мы потом уехали, вернулись в Беларусь, здесь у нас родственники, мы вернулись. И, знаете, я вот вспоминаю это, я помню, что, я не скажу, что я понимала проповеди, я не помню этого, но я скажу, что я переживала Бога. И вот сегодня у меня дочка, ей 11 лет, и иногда мне так кажется, ну, она не совсем понимает проповедь, может быть, не так это актуально для нее. Но, вспоминая себя, я понимаю, что дети освещаются, дети соприкасаются с Богом. Даже если они не понимают, может быть, слова, да, не все понятно для них, но они соприкасаются с живым Богом. И это та вот печать, то прикосновение, которое они принесут потом на протяжении жизни. Потому что вот мы уехали, и, знаете, вот такое, не знаю, откуда взялось вот это мнение в моем сердце, в сердце моей сестры, что такой церкви больше нигде нет. Вот она осталась там, на Украине, и больше нету такой церкви. Я не знаю, откуда появилась вот эта мысль, вот это вот такое понимание, но оно было в наших сердцах, и мы очень, мы как бы сожалели, мы вспоминали о этой церкви, нам очень нравилось прославление, мы помнили песни, некоторые песни вот запомнили, напевали их когда-то. Но мы приехали, и мы как бы стали общаться с детьми или с подростками нашего возраста, и мы стали такими, как они, но жили так, как они, поступали так, как они. Но я хочу сказать, что вот этот свет, он всегда был в сердце, потому что когда подростковые какие-то такие трудности были, то я вспоминала о Боге, я помню, что я молилась, и Бог меня посещал, и Бог отвечал на мои молитвы. И вот, знаете, проводятся вот такие лагеря, вот у вас, да, проводятся для неверующих детей, у нас проводятся в церкви для неверующих детей. И может быть, иногда кажется, ну, ребенок пришел, вот он побыл, он послушал, и он ушел, и он уже в церкви, в церкви не остался. Но вот вспоминая себя, я верю, что есть плод, и он обязательно будет. Просто придет время, когда все то, весь тот свет, которым Бог его наполнил, он приведет все-таки этого ребенка к покаянию. То, что и произошло в моей жизни. Когда я закончила школу и поступила учиться, мы с сестрой разъехались в разные города, и, наверное, вот эта разлука с моей сестрой, с которой мы всегда были вместе, мы не разлучались, очень болезненно так переживалась и мной, и сестрой моей. И я начала искать Бога, то есть я начала искать утешение в Боге. Но я искала так, как я знала, что есть православная церковь. Я начала ходить в православную церковь, и я переживала Бога там. Я помню, что я приходила, я плакала, я переживала Божье присутствие там. Но проходило время, я уже не помню, сколько я ходила на протяжении какого-то времени, но, наверное, несколько месяцев. И в очередной раз я вышла из церкви, и я искренне Богу сказала, я сказала, Господь, я знаю, что Ты есть, но я не нахожу, моя жизнь не меняется. То есть я вроде бы прихожу в церковь, но моя жизнь не меняется, и поэтому я не приду сюда больше. Может быть, это как-то дерзновенно было сказано, но я искренне Богу сказала, вот я не приду сюда больше, хотя я знаю, что Ты есть, Господь. И, знаете, через несколько дней буквально мне позвонила моя сестра, она училась в Витебске, я в Могилеве, то есть мы в разных городах, и она позвонила и сказала, Юля, приезжай ко мне в гости, я нашла такую церковь, которая была на Украине. И так, уже сокращаясь, скажу просто, что так получилось, что староста группы, в которой училась моя сестра, она была верующая, она тоже засвидетельствовала ей, рассказала о Боге. Я приехала, она также засвидетельствовала мне. И, знаете, Бог коснулся очень сильно моего сердца, мы пошли там на служение. Я настолько пережила Божье присутствие, настолько пережила Божью силу, я не была конкретного такого призыва к покаянию, или, может, я не знала, что это такое, поэтому я о Него не слышала. Но я так сильно плакала. Мне казалось, что со слезами моими просто выливается вся эта грязь, которая была в моем сердце. Мне казалось, это все видят, вот эту грязь, которая просто выливается со слезами. И сестра это дала адрес церкви в Могилеве. Я поехала в город свой, где я училась, и в ближайшее воскресенье я пошла на служение. Конечно, я уже для себя решила, что я буду с Богом. И вот смотрите, я так чуть вперед забегаю, я вот анализирую, сколько моих потом уже одногруппников, моих друзей приходили вместе со мной в церковь, я их приглашала. Но почему-то они не остались. Вот они побыли, и они не остались. Но я вижу, что то вот соприкосновение, которое было в детстве моим с Богом, оно произвело вот это решение во мне. Потому что я не колебалась, я не сомневалась, я не думала, а может это что-то неправильное, а как это надо жить? То есть я однозначно, я просто пережила Божье присутствие, поняла, что это то, где я должна быть. И вот я пришла в церковь, было служение, и я заранее так решила для себя, что я еще не буду выходить на покаяние. Мне объяснили, что такое покаяние. Ну вот это сестра объяснила. Я думаю, моя сестра родная, вот она уже ходила какое-то время, и она еще не покаялась. Поэтому я думаю, ну я побуду тоже, как она, какое-то время, и потом покаюсь. Но знаете, когда был призыв покаяния, я просто все мои вот эти вот мысли до этого, мне уже не имели значения, потому что я просто вышла вперед, и я покаялась. И когда закончилось служение, первое, с кем я хотела поделиться радостью, это с моей сестрой. Но знаете, когда я ей позвонила, она меня опередила. Мы с ней не договаривались, но сказала, Юля, поздравь меня, я сегодня покаялась. И я ей сказала, и ты меня поздравь, и я сегодня покаялась. И так вот Бог сделал, что мы родились в один день, с разницей в пять минут, и покаялись тоже в один день, и приблизительно в одно и то же время, в конце служения. Слава Богу за его милость. И мы сейчас с Богом, ее семья, моя семья. И я хочу еще такой момент сказать. Когда мы покаялись, мы поехали в ту местность, где мы жили, оказывается, там тоже была церковь, баптистская церковь, и мы даже сколько жили, мы не знали. Я не понимаю, как это возможно, но мы не знали об этом. И мы, когда летом были на каникулах, мы ходили в ту церковь, мы там участвовали в служениях, свидетельствовали. И вот когда мы первый раз пришли, в конце служения подошла к нам такая пожилая сестра. Она и сказала нам такую странную фразу, сразу нам она показалась. Она подошла, посмотрела на нас, говорит, так вот, что это за росточки. И она потом объяснила, говорит, что у нас, она знала нашу прабабушку, которую, я не помню ее, она умерла еще, когда мы были маленькие совсем. И она говорит, что она была искренне верующей женщиной. И она очень сильно молилась за весь свой род. Она говорит, она постоянно молилась, она много времени посвящала, она уходила где-то в поле, где ее никто не видит, и она много-много молилась, чтобы весь ее род был спасен. И знаете, что я хочу сказать, что она не увидела результата своей молитвы при жизни, потому что никто не был спасен. Она ушла к Богу, она не увидела. Но вот эта вот сестра, которая подошла, говорит, я видела видение или сон, я не помню, что она сказала, уже когда умерла эта прабабушка моя, она говорит, я видела сухое-сухое дерево, в котором нет никакой жизни. Но я потом увидела, что с этого дерева идут маленькие зеленые росточки. И она говорит, я понимала, что это относится именно к вот моей прабабушке. Она говорит, вот что это за росточки. И в результате покаялись мы с моей сестрой, ее правнучкой. Покаялась еще наша двоюродная сестра, ее правнучка. И покаялась ее дочка, потом моя бабушка. Она заключила завет с Богом, она уже с Господом. И знаете, и Бог дальше работает. Я верю, что Бог будет дальше спасать людей, нашу семью. Но посмотрите, вот эта моя прабабушка, она не увидела при жизни результата своих молитв. Поэтому где-то мы можем, знаете, наши руки могут отпускаться, и мы можем думать, что, ну, столько я тружусь, столько стараюсь, может, я столько молюсь, но нет результата. Но мы не можем, мы не можем себе позволить просто опустить руки, потому что мы не знаем, когда Бог будет действовать. Но Бог будет действовать обязательно. И при жизни моя прабабушка не увидела результат, но он есть после ее смерти здесь на земле, но она в вечности с Богом. Слава Богу! И я понимаю, что это определенный факел, который вот зажегся огонь ее веры, и она как будто бы этот огонь передался мне, он зажег меня, он зажег веру во мне. И я знаю, что я не имею права просто потушить этот огонь. Он передан мне, чтобы я была благословением для кого-то, для других людей, чтобы мой огонь мог воспламенить моих детей, моих близких, моих родных. Я не могу просто, знаете, как вот мы слышали в начале служения, просто по привычке, привыкнуть ко всему. Вот мне ничего не интересно. Нет, я хочу, чтобы этот огонь всегда горел, чтобы он зажигал других, чтобы вот эта эстафета, она не закончилась на мне, чтобы не потух этот огонь, который зажгли молитвы моей прабабушки. И еще я хочу сказать молодежи. Я покаялась, когда мне было 19 лет. И многие, все мои родственники, они были неверующие. Они говорили, что ты делаешь? Ты самые лучшие годы своей жизни тратишь на эту ерунду. Они так называли служение Богу. Ты потом пожалеешь. Это же твой расцвет сил. Это же молодость. Это же красота. Потом придешь к Богу. Не трать время. Ты не выйдешь замуж, они мне говорили. Но знаете, я встретилась с живым Богом. И меня их слова не остановили ни в коем случае. Даже если я думала, даже если я не выйду замуж, я не хочу променять Божью любовь на этот мир. Ни за что. И я вам хочу сказать, что прошло уже 16 лет с того времени, как я покаялась. Я ни одного дня не пожалела, что я с Богом. Ни одного дня я не пожалела. И я верю, что я никогда не пожалею. Потому что наш Господь, это любящий Отец, и ничто в этом мире не сравнится с Господом. Ничто. Но когда мы служим Богу всем сердцем. Мне в начале моего, когда я только покаялась, в начале моего пути было слово, что будь верна до смерти, и я дам тебе венец жизни вечной. И знаете, вот мы никогда не пожалеем о своем выборе, когда мы 100% с Богом. Когда мы смотрим по сторонам, вроде в церкви, но вроде и в мир нас влечет. Конечно, тогда будут сожаления. Но просто молодежь, нужно принять решение, посвятить себя 100% Богу. Какие бы там ни казались краски этого мира, это все обман. Я была, я жила до 19 лет в мире. Это все обман. И с Божьей любовью, с Божьей милостью ничто не сравнится. И мы будем петь песню, в которой есть слова «Верю, ждет меня». Вечный дом на небесах. В доме ждет меня Отец. Давайте мы будем верны до смерти. Верны в каждой ситуации нашей жизни, чтобы нам наследовать этот вечный дом на небесах, чтобы нам встретиться с нашим любящим Отцом, который ждет нас, который любит нас, и который каждое мгновение присутствует в нашей жизни. Верю, ждет меня Вечный дом на небесах. В доме ждет меня Отец. Я войду к Нему И склонюсь к святым ногам. Я так долго шел к Тебе. Поднимись, мой сын, Скажет мне Отец И прижмет в свои груди Позади борьба, Позади печалью, Я даю тебе покой. Вечность и со мной Впереди у нас века. Я люблю тебя, дитя, Я всегда с тобой. Я даю тебе небес из рук моих. Успокойся во мне, Успокойся во мне, Оскорби свои. Субтитры сделал DimaTorzok Верю, ждет меня Вечный дом на небесах. В доме ждет меня Отец. Я войду к Нему И склонюсь к святым ногам. И склонюсь к святым ногам. Я так долго шел к Тебе. Поднимись, мой сын, Скажет мне Отец И прижмет в свои груди Позади борьба, Позади печалью, Позади печалью, Я даю тебе покой. Впереди пути Света и любви Впереди у нас века Я даю тебе покой И счастье со мной Я люблю тебя, Ветя Я всегда с тобой Я даю тебе медведь Из рук моих Успокойся во мне Успокойся во мне От скорби свои Успокойся во мне Успокойся во мне От скорби свои Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok